Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Лисенкова Ольга, я врач-невролог. Сегодня речь про синдром хронической усталости. Это чрезмерное физическое и умственное утомление, которое продолжается на протяжении нескольких месяцев. Причины этого синдрома до конца не ясны, но чаще всего склонны его связывать с перенесенными вирусными инфекциями. В том числе это может быть и коронавирусная инфекция, вирус Эпштейна-Бара, клещевой боррелиоз или болезнь Лайма хронические формы, цитомигаловирус, а также синдром избыточного бактериального роста и синдром избыточного грибкового роста в кишечнике. Также среди причин синдрома хронической усталости хронический стресс, длительные стрессовые воздействия, множественные дефициты, то есть дефициты витаминов, микроэлементов. Одна из причин – нарушение режима сна, то есть позднее засыпание, мало сна. Другие причины – это переутомление, постоянная работа на износ, либо недостаток физической активности, постоянная сидячая работа, офисный труд, мало движений на свежем воздухе. Серьезной причиной синдрома хронической усталости может быть злоупотребление стимуляторами. Это кофеин, то есть крепкий чай, крепкий кофе, напитки-энерготоники, различные препараты, содержащие кофеин. Такие стимуляторы, как никотин и алкоголь, а также самый широко распространенный и самый мощный стимулятор, знакомый всем – это сахар. Чрезмерное потребление сладкого может также приводить к истощению энергетических ресурсов клеток и формированию синдрома хронической усталости, в том числе, когда он уже на фоне сахарного диабета, метаболического синдрома, инсулино-резистентности. Причиной хронической усталости может быть хроническое воспаление, источником которого может быть жировая ткань, аутоиммунные заболевания, такие как тиреоидит, гормональный дисбаланс, то есть нарушения в работе гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, также могут приводить к формированию синдрома хронической усталости. Какие основные признаки этого синдрома? Ну, в первую очередь, конечно же, слабость, утомление, которые могут возникать внезапно, либо быть постоянными, даже если человек не давал себе какой-то серьезной физической нагрузки. Дополнительно может быть нарушение температуры тела, то есть субфибрилитет, например, 37,2-37,5 температура, которая повышается к вечеру, или наоборот, низкая температура, ниже 35. Конечно же, при синдроме хронической усталости снижается работоспособность, нарушается сон, то есть ночью сон прерывистый, непродуктивный, днем возникает сонливость, слабость. Могут быть навязчивые болевые синдромы, например, фоновая головная боль, которая не очень выраженная, но она присутствует постоянно на протяжении всего дня, либо так называемые гуляющие или мигрирующие боли в мышцах, в суставах, по всему телу. При синдроме хронической усталости часто выявляются психические расстройства, такие как тревога, депрессия, панические атаки. И все это вместе взятое может укладываться в рамки такого явления, как фибромиалгия. Про синдром хронической усталости после перенесенной коронавирусной инфекции есть отдельное видео на моем канале. В ролике показаны способы восстановления работоспособности и активности после перенесенной коронавирусной инфекции. Что имеет смысл проверить, если вы понимаете, что у вас присутствует тот самый синдром хронической усталости? В первую очередь это обычный общий анализ крови, проверить работу щитовидной железы, то есть тиреотропный гормон, Т4 гормон, тироксин. Также имеет смысл проверить такие биохимические показатели, как общий белок, билирубин, альбумин, ферритин, глюкоза, инсулин, цирреактивный белок, мочевая кислота, витамины группы В, В12 и фолиевая кислота или витамин В9. Либо можно проверить гомоцистеин, и если он повышенный, это будет говорить о том, что скорее всего есть дефицит витаминов группы В, таких как В12, В6 и фолиевая кислота. И конечно обязательно нужно смотреть уровень витамина Д в крови и восполнять все выявленные дефициты. Для восстановления работоспособности обязательно нужны прогулки на свежем воздухе, больше ходить пешком. Идеально от 40 минут в день непрерывной ходьбы, то есть засекаете время и минимум 40 минут непрерывной ходьбы. Тогда возникают определенные процессы в организме, которые способствуют оздоровлению, восстановлению и улучшению самочувствия. Также подойдет любая аэробная нагрузка, может быть занятия в спортзале, но тоже они должны быть не менее 40 минут подряд. В качестве лечения необходима адаптация к стрессу, для этого нужна работа с психотерапевтом. Это возможно онлайн, также можно использовать самостоятельно различную психологическую литературу, для того чтобы справиться со многими проблемами самостоятельно. Если это сделать не удается, лучше обратиться к психологу или психотерапевту. Необходимые упражнения для души и тела. Это может быть гимнастика, йога, цигун, это может быть танцевальная разминка, посещение бани. В любом случае и для души, и для тела должны быть определенные упражнения, и они помогают избавиться от синдрома хронической усталости. При восполнении дефицитов необходимо также сбалансировать питание. В диете должно быть достаточно белка и жира. Белок как основа наших клеток, как строительный материал, и жир как прекрасный источник энергии. Про каждый витамин группы В есть отдельные видеоролики на моем канале. Вы можете узнать, какие конкретно симптомы вызывает дефицит того или иного витамина и как восполнить. Также есть отдельный видеоролик про витамин Д. Если в результате обследования будут выявлены повышенные титры антител к вирусу Эпштейна, Бара, цитомигаловирусу, или выявлена будет болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, тогда, конечно же, имеет смысл обратиться к инфекционисту, к иммунологу и полечить эти состояния. Надеюсь, ролик был информативным. Если так, нажимайте на стрелку поделиться, подписывайтесь на канал. Буду рада вашим вопросам, комментариям. Большое спасибо за внимание и до новых встреч!